Страшные инциденты из реальной жизни, опвоут, миллионы лет не было опвоута, так что... Какую самую страшную реальную историю вы знаете? Катастрофа на озере Ньюос. Озеро периодически выбрасывает облако невидимого углекислого газа, которое отравляет всё в радиусе 25 километров. Блять, охренеть, 25 километров. В 1986 году более 1700 человек и весь их скот погибли, даже не понимая, что с ними происходит. Я не мог говорить, потерял сознание, не мог открыть рот, сразу же чувствовал какой-то ужасный запах. Я услышал, как моя дочь странным образом похрапывает. Это было явно ненормально. Дойдя до кровати дочери, я потерял сознание и рухнул на пол. Я пролежал так до 9 часов утра следующего дня, это была пятница, пока ко мне не пришёл друг. Он постучал в дверь, я очнулся. Взглянул на свои брюки и сильно удивился, увидев на них красные пятна, похожие на мёд. Я заметил у себя на теле какое-то крахмальное месиво, а на руках были ранки. Не понял, откуда они взялись. Я открыл другую дверь и хотел что-то сказать, но воздух не выходил из лёгких. Ебать! Моя дочь к тому моменту уже была мертва. Я лёг к ней в кровать, думая, что она ещё спит. Поспал до 4.30 дня, после пошёл к соседям. Они все были мертвы. Тогда я решил уехать оттуда. Большая часть моей семьи была в Уме, городок неподалёку. Я сел на свой мотоцикл и поехал. Со мной в Ум также поехал друг, у него умер отец. Когда я ехал, через нёс, я не видел никаких признаков живых существ. Добравшись до Ума, я не мог ни ходить, ни даже говорить. Тело было совсем слабым. Происшествие... Еее... Блять, просто жесть. ...в пещере на Атипати. Спелеолог застрял и провисел вверх ногами 26 часов в этой узкой пещере. Спасатели пытались вытащить его с помощью подъёмных лебёдок, но им приходилось делать это крайне осторожно, чтобы не переломать ему ноги, поскольку в его условиях это могло привести к летальному исходу. Спасатели почти вытащили его, но в последнюю секунду лебёдка не выдержала, и он снова опустился в расщелину. В итоге парень умер, пещеру опечатали, оставив его внутри. Слушайте, это апфод реально с какими-то без шуток стрёмной хуйнёй. 50-е годы... Обычно, когда так пишут, ну типа ты... Да, какие-то там неприятные события, но это просто пиздец. В Мексике существовала секта, которую возграблял американец по имени Адольфо Констанцо. Сектанты похищали людей из туристических городков, привозили их к себе в общину в пустыне и приносили их в жертву. Как правило, они подвергали своих жертв тяжелейшим пыткам в течение нескольких часов или даже дней, отчего те умирали в мучениях. Их ритуалы включали в себя живосечение, кастрацию, удаление глазных яблок, языка, вырывание зубов, сдирание кожи, повешение и так далее. Они давали жертвам разные вещества, чтобы во время пыток те оставались в сознании и не вырубались от шока. Культ верил, что чем больше боли и страха они смогут вызвать у жертвы, тем мощнее станут части тел убитых людей, которые сектанты впоследствии будут использовать в качестве ритуальных побрякушек, а также как пищу для Нганги. Нганга – это большой ритуальный котел, в котором хранились кости, кровь, мясо и другие ценные предметы, которые, по мнению культа, давали им силу. А еще они делали шесты из соединенных вместе спинных хребтов и съедали глазные яблоки жертв во время ритуалов. Считается, что за три года своей деятельности, с 1986 по 1989 год, они похитили и принесли в жертву своему Нгангу более 26 человек. Когда полиция нагрянула к ним в общину, лидер культа покончил с собой. Полиция арестовала 14 членов секты, но многие люди считают, что еще как минимум дюжина сектантов сбежала и все еще находится на свободе. Пациентка с воспаленным веком. Ее уже пытались вылечить два других глазных врача, но безуспешно. Ей закачивали всевозможные лекарства, но лучше не становилось. На тот момент, когда она пришла ко мне на прием, ее века опухла и болела уже несколько недель. Несмотря на то, что пациентка принимала тонны лекарств, у нее не было никаких улучшений. Ни один, ни второй врач так и не догадались отвернуть века, чтобы заглянуть под него. Чублять! Ну знаете, иногда дети делают такой мерзкий фокус с веком. В ее случае это было очень болезненно. Как бы то ни было, отвернув ей века, я обнаружил у нее с внутренней стороны что-то похожее на абсцесс с густой липкой массой. Я решил легонько ткнуть в него и увидел, как сгусток шевелится. Это был не абсцесс, а что-то другое. На самом деле, у меня довольно легко получилось удалить его. Оказалось, что это была личинка мухи. Пациентка рассказала мне, что за несколько дней до возникновения инфекции ей в глаз попала какая-то мошка. Я удалил личинку, и в течение двух дней ранка закрылась. А пациентка выздоровела на 100%. Ебать, блядь! Она капала обычные антибиотические глазные капли. Да, у меня есть фотографии из того случая, если кому интересно. Нет, не интересно, блядь! Иди нахуй! Один парень, пострадавший с тонущего корабля, обнаружил доступ к кислороду в перевернутой лодке. Он долгое время сидел под лодкой. У него не было воды, только диетическая кола. Чел делал глоток колы раз в 7 часов. Через 60 часов его, наконец, спасли. Все это время он находился в опасности. Он мог утонуть, его могли сожрать акулы и так далее. Акулы просто верные фанаты Пепси. Они увидели надпись диетическая и свалили. Мужика зовут Харрисон Окен. Вот видос, как его спасают. Я помню, как много лет назад читал про парня, который служил в армии. Он вернулся после службы и обнаружил дома мертвую жену и двоих детей. Они жили в отдаленной местности. Оказалось, что у матери случился внезапный сердечный приступ, инсульт или что-то в этом роде. А двое детей умерли от голода или обезвоживания, поскольку были слишком маленькими, чтобы позаботиться о себе. Вы представляете? Это не история. Чувак вышел, просто пришел из армии. История про призраков и всякую чертовщину. Но меня, как родителя, такие случаи пугают до смерти. Напомнила мне другую историю. Папа, мама и трое детей решили провести выходные в своем загородном домике. Но отцу нужно было работать в пятницу. Тогда они решили, что мама и дети поедут без него. А он подъедет к ним в субботу утром. На город обрушивается огромная буря. Часть города рушит торнадо, включая район, где живет эта семья. Отец был пожарным. И в тот день они были завалены спасательными операциями. Однако он был очень рад, что отправил семью за город. Считал, что там они будут в безопасности. Его пожарная машина постепенно завершила все спасательные вызовы. И он решил проехаться по городу, чтобы поискать людей, кому еще нужна помощь. А также глянуть на разрушение. Он решил проехаться и глянуть на свой дом. Тот оказался наполовину разрушен. Но что более важно, отец заметил на тротуаре мамину машину. Мама и все трое детей погибли, потому что решили дождаться отца в качестве сюрприза. Всего от торнадо погибло более 25 человек. Через год или около того, отец покончил жизнь самоубийством. Эту историю рассказал моему отцу бывший коллега того пожарного, когда мой батя проходил обучение по оказанию первой помощи. Не знаю, насколько это страшная история, но когда я был помладше, мы с братом-близнецом помогали нашему другу разносить газеты. Одним летним деньком мы вдруг почувствовали какой-то неприятный запах, исходящий от одного из домов. Мы не обратили внимания, но через три дня запах стал доходить до тротуара. Мы подошли к задней двери, куда он обычно бросал газету, и заметили, что дверь открыта. Войдя внутрь, мы осмотрели дом и обнаружили мертвого хозяина. Он умер от сердечного приступа, а его кошки постепенно ели его труп. Элисон Ботта. 18 декабря 1994 года жительницу Порт-Элизабет Элисон Ботту похитили, изнасиловали, нанесли множество ранений и оставили умирать. Это сделали Франц Дютуа и Теунс Крюгер. Они нанесли ей 17 ножевых ранений в горло. Раны были настолько глубокими, что ей пришлось придерживать голову, пока она ползла к дороге за помощью. Другой рукой она придерживала органы, вываливающиеся из живота, в которые ее ударили ножом более 30 раз. Каким-то чудом насильники не задели ее жизненно важные артерии, поэтому она не истекла кровью и смогла дышать через разорванную трахею. Ебать! На сервисе Amazon Prime есть документальный фильм «Элисон». Хотя предупреждаю, что некоторым зрителям он может ударить по психике. Вот трейлер к фильму «Элисон». В 1949 году Тимоти Эванс был ошибочно казнен за убийство своей беременной жены и дочери. Настоящий убийца Джон Кристи предстал свидетелем обвинения на суде над Эвансом. После казни Эванса Кристи убил еще четырех человек. Если бы полиция правильно распорядилась судебно-медицинскими доказательствами, Кристи бы поймали во время расследования дела Эванса, и эти четверо остались бы живы. Правительство признало Эванса невиновным лишь в 2004 году. Дело было не в судмедэкспертизе. Полиция попросту выбила из Эванса признание. Мы разбирали это дело на занятиях по лингвистике. Судебный лингвист смог определить, что его дословное признание на самом деле было написано двумя разными людьми. Именно поэтому его в конце концов посмертно оправдали. История Рейны Маракин. В 60-х годах молодая женщина закрутила роман со своим начальником и забеременела от него. После угрозы рассказать обо всем жене босса, он ее убил, а затем спрятал тело в промышленную бочку. Он хранил эту бочку у себя дома в течение многих лет. Никто из последующих владельцев дома никогда ее не открывал из-за ее тяжелого веса. Наконец в 90-х годах... Охуеть, блять, просто труп в бочке плавает и чисто чилишь нахуй. ...один парень все-таки решил избавиться от бочки и, открыв ее, увидел, что в ней что-то есть. Следствие выявило связь этой бочки, девушки и того мужчины. По тесту ДНК стало ясно, что мужчина является отцом нерожденного ребенка. В итоге мужчина покончил с собой до того, как полиция смогла приехать и арестовать его. Матери найденной девушки было около 80 лет, когда ей сообщили, что ее пропавшая дочь наконец-то нашлась. Она утверждает, что в течение многих лет после пропажи дочери, ей снились сны о том, что ее дочь находится в металлическом контейнере. История... Ну, это, конечно, такое, но... Блять, Джейми Клосс вызывает... ...выдержка многих лет. Хорошо, что он реально не давал попить эту хуйню. ...у меня... ...никому. В прошлом году в сельской местности Висконсина пропала без вести девочка 13-14 лет после того, как ее родителей нашли убитыми в их же доме. Полиция прибыла в течение 4 минут, но к этому времени она просто исчезла. Понятное дело, появились предположения, что ее похитили, или что она была замешана в убийстве, либо уже была мертва и так далее. Но никто на самом деле не мог сказать, куда она пропала. 88 дней спустя, во время холодной зимы северного Висконсина, она выбежала на улицу к Жене... Мы поймали ведьму. ...выгуливающей свою собаку. Ее держали в плену примерно в 40 минутах езды от ее дома. Все это и так страшно. Но самое ужасное, что она вообще не была знакома с парнем, который убил ее семью и похитил ее. Как-то раз он ехал на свою новую работу, на которой, кстати, продержался всего один день. И увидел, как девочка садится в школьный автобус. В тот момент он решил, что украдет ее. Не было никаких тревожных сигналов. Он никак с ней не контактировал до этого. Не было абсолютно ничего, что она... Почему бы мне спиздить ребенка? Чувак просто ехал такой, спишь, у кого я сегодня ребенка. ...или ее семья могли бы сделать, чтобы избежать случившегося. Криповый парень увидел девочку в сотни метров и решил, что убьет ее семью и заберет ее себе. Джейми моя двоюродная сестра. Конечно, в таких ситуациях никто не хочет думать о худшем. Но к тому времени, как ей удалось сбежать, мы все считали ее уже мертвой. У меня был дикий эмоциональный подъем, когда я вдруг увидел ее живой. Я была в полном шоке, ведь совсем недавно моих тетю и дядю убили. Тот период был просто безумным. Я натыкалась на эту историю во всех журналах. Одноклассники постоянно обсуждали этот случай, не зная, что мы с ней сестры. Я видела, как вся Америка скорбит вместе с моей семьей об этой трагедии и так далее. Долгое время я не позволяла себе проявлять сильных чувств о случившемся, так как у меня было мнение, что я слишком далека от этой ситуации. Ведь я двоюродная сестра, которая виделась с той семьей всего пару раз. В общем, я считала, что только близкие родственники чувствуют всю боль и тяжесть ситуации. А видеть, как плачут другие совершенно незнакомые люди, которые даже не знали эту семью, было просто странно. Меня это даже раздражало. Сейчас я уже проще смотрю на проявления скорби и могу оценить то, что целое сообщество людей собирались вместе и выражали поддержку. Но у меня до сих пор неоднозначные эмоции по поводу этого случая. Блять, охуенный апвоут. На удивление, от и до... Охуенно. Истории, конечно, ебать на любой вкус. Просто жесть. Какое дерьмо только не творится на нашей планете, да? А я ведь уверен, есть еще в миллионы раз пожестче, да, чат? Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...